Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня сфера Гвура, вход. Очень такая непростая сфера. В трактате Авод говорится, что смотри на любого человека снизу вверх. Мы должны в физическом мире смотреть на тех, кто в худшем для нас физическом, материальном положении. И радоваться тому, что у нас есть. Но когда говорят, что смотри снизу вверх, это надо смотреть на людей, которые в духовном плане выше тебя. Вот на них надо смотреть снизу вверх, завидовать и стараться подняться до этой высоты. Но надо иметь в виду, что у каждого человека есть какая-то точка, которой нет у другого. И именно в этой точке он совершенен. Надо это видеть и уважать других. Путь к реализации этого потенциала всегда лишь через способность признать иной взгляд, не укладывающийся в твою истину или в твою систему мировоззрения. Юдеизм – это религия времени. Трата времени – это самоубийство. Вот смотрите, ты едешь в автобусе, рядом сидит человек, выбрасывает деньги из окна. Каждые пять минут высовывает руку и выбрасывает. Странный какой-то человек, может сумасшедший. Маловероятно, что мы видели такое в жизни, но как люди выбрасывают свое время на ветер, вы видели не раз. А что делают люди в автобусе в жизни? Я знаю людей, которые десятками лет дочитывают какой-то такой толстый роман, как «Джон убил Васю» или еще что-то, выбрасывают его, вздыхают, сберут следующий и начинают читать следующий. «Время – деньги», говорится в такой знаменитой пословице. Мы вдруг спохматываемся после приятного ничего не делания, вспоминаем про ограниченный бюджет, а бюджет 120 лет в идеале. Считаем, что осталось там столько-то, все остальное выбросили в окно. Вот такая вот странная жизнь. Поэтому, если кому-то не хватает, никто не одолжит время. Когда просыпаются утром, говорят «Маде они», там «Спасибо тебе, Всевышний, за то, что я жив». Это момент благодарности за еще одну возможность, еще один день. Все. Однажды в разгар дня, разби Йосиф спешил по делам, вдруг его остановил, такой известный человек, из «Какблайзер», праведник большой, спросил, «Куда ты бежишь?» Он говорит, «На работу». Человек нуждается в источнике пропитания, должен заботиться о том, как он будет жить. Правильно сказал Эскак, но человек также должен заботиться о том, как он умрет. Надо стать учеником каждой секунды, учиться в любом месте, где ты находишься. Использовать время, книги, мысли, чтобы постоянно развиваться. И тогда ты на правильном пути. Расскажу такую притчу. Однажды к мудрецу пришел мужчина со своим сыном, подростком. «Помоги моему сыну понять ценность времени». Мудрец посмотрел на него и говорит, «Время – это понятие абстрактное. Его ценность трудно понять, но это не значит, что невозможно. Давайте посмотрим, как это понять. Чтобы понять ценность года целого, поговорите со студентом, не сдавшим сессию. Он знает, что такое ценность года. Чтобы понять ценность месяца, поговорите с матерью, родившей недоношенного ребенка. Чтобы понять ценность одной недели, поговорите с редактором еженедельной газеты. Чтобы понять ценность часа, поговорите с влюбленным, который ожидает встречу, стоит уже и мучается. Чтобы понять ценность одной минуты, поговорите с тем, кто опоздал на поезд. Чтобы понять ценность секунды, поговорите с тем, кто не попал в автомобильную аварию и проскочил. Чтобы понять ценность миллисекунды, поговорите со спортсменом, завевавшим серебряную медаль на Олимпиаде, пропустившим вперед. И так далее. Время показывает нам, насколько оно важное. Повесьте это у себя на солидном месте. Такую бумажку написано. Находите время. Нам надо находить это время. Над наживными буквами себе написать. Каждая секунда вашей жизни на вес золота. Вчера это уже история. Завтра это вообще еще неизвестно что. А сегодня это дар. Поэтому он зовется чем? Настоящим. Настоящее. Это сегодня. Поэтому надо находить время. Находить время для размышления. Это источник нашей силы. Надо находить время для игры. Чтобы не становиться, не уходить в какие-то мудрости. Это секрет молодости. Надо находить время для чтения. Это основа знаний. Находить время для дружбы. Это условия для счастья. Надо находить время для мечты. Это путь к звездам, к верху. Надо находить время для любви. Это истинная радость жизни. Находите время для веселья. Это музыка души. На что еще? Надо искать, на что находить время. И тогда, если ты ценишь время, время будет ценить тебя. Брахавы от слаха.